Итак, всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и у нас сегодня с вами самый настоящий мастер-класс. Как что ни на есть, самая ценная информация. И сегодня у нас будет с вами необычная уже для меня бизнес-тематика, но тем не менее, долгие годы в бизнесе, долгие годы с сотрудниками и долгие годы жесткого и требовательного клиента сделали свое дело. И как ни крути, я стала весьма неплохим экспертом в сфере персонала. И сегодня я решила, поскольку я постоянно соприкасаюсь с людьми, расскажу об этом больше, сегодня я решила провести самый что ни на есть мастер-класс, который будет прежде всего полезен работодателям. Только сразу же хочу заметить, что у многих возникнет желание поувольнять всех к чертовой матери. И этот мастер-класс будет полезен сотрудникам. Одним для того, чтобы понять, что у вас нет шансов, другим для того, чтобы понять, почему вы не растете, почему вы не можете построить никакую карьерную лестницу, почему вам не хотят платить больше и почему, собственно, вам необходимо меняться, если вы хотите в своей жизни преуспеть. И давайте сегодня эту тему хорошенько проговорим, потому что у меня есть достаточно богатый опыт работы с людьми, которых я нанимала в разных сферах. Я сегодня буду об этом тоже рассказывать. И тема нашего сегодняшнего эфира звучит, как сотрудники убивают ваш бизнес, или как другие люди убивают ваш бизнес. Дело в том, что уже ни для кого не новость, и уже достаточно длительное время существуют такие понятия, как love-маркетинг, как супер-крутые отношения со своим клиентом. И, в принципе, любой маломальский предприниматель, маленький или большой, который начинает свой бизнес, начинает его с ценностей, ценностей, которые он несет своим брендам клиенту. И сегодня нам мало продавать юбочку, платьице или кофе. Сегодня мы думаем о том, что будет написано на стаканчике, с каким настроением возьмет этот стаканчик клиент в руки, о чем он подумает, когда сделает первый глоток. Мы ведем классные соцсети, мы выстраиваем крутые коммуникации, мы думаем о том, какой следующий шаг будет со стороны клиента, потому что в бизнесе уже ни для кого не секрет, что привлечение клиента на сегодняшний день является минусовым. То есть нам нужно потратить больше денег для того, чтобы клиент совершил первую покупку, нежели мы заработаем. И наши уже настоящие отношения для того, чтобы наш бизнес состоялся, начинаются только тогда, когда клиент покупает у нас снова и снова. Поэтому сегодня у нас задача даже не та, чтобы клиент нас заметил первый раз и купил. У нас сегодня задача, чтобы наш первый контакт с клиентом состоялся настолько крутым, чтобы у него, а, появилось желание покупать самому дальше, б, появилось желание рассказать об этом другим людям, другим компаниям и так далее. То есть для того, чтобы, что называется, понеслось. И вы знаете, у меня были разные бизнесы, но, наверное, один из наиболее таких бизнесов, где я столкнулась с проблемой персонала и с проблемой, что такое, когда ты придумал офигенную концепцию. Вы, кстати, можете реагировать и писать, кому это близко. Ты придумал офигенную концепцию, ты выстраиваешь все коммуникации со своим клиентом, ты продумываешь, ты живешь этим. Но в итоге так получается, что продаешь-то не ты, что, например, я сейчас вам расскажу, чтобы было более наглядно. У меня была компания, которая называлась Pink Bar. Это были цветочные бутики, которые располагались такими островками, магазинчиками небольшими, по-разному они были в разных или около разных торговых центрах. Они были бутиковые, они были очень классные, я очень сильно заморачивалась над их внешним видом, над разработкой концепции букетов. У нас обалденный сайт, он до сих пор есть, потому что компания продана. На сайте больше не было никогда никаких изменений, по-моему, но можно зайти и посмотреть. Называется это Pink Bar. Я писала классный блог, я вела классные рассылки, но дальше случалась интересная вещь. Когда клиент приходил, например, на точку, и ему делала букет Маша, у которой сегодня не было настроения. И Маша, например, была а, без настроения, б, Маша решала делать что-то не так, как ей сказано, а так, как она подумала, у персонала есть очень опасная опция думать. И в-третьих, например, Маша видела, что цветок портится, и она решала быть хорошей. И Маша думала, я поставлю цветок, который портится, и который мы выбросим, я его поставлю в этот букет, какая я молодец, у нас будет меньше списания. Но Маша не понимала, что списание в цветах 20% это естественно. А вот списание клиента для меня сильно дороже, потому что если этот клиент уйдет недовольный, то а, он ко мне никогда не вернется, б, он никогда обо мне не расскажет. А в цветочном бизнесе у клиента достаточно долгий цикл жизни, и привлечение клиента нам стоило в интернете достаточно дорого. Например, мы привлекали клиентов, безусловно, и в интернет-магазин, потому что интернет-продажи были значительно выше. И вот таким моментом весь мой лав-маркетинг, все мои упаковочки, все мои подарочки, прянички, идеи, как клиент соприкасается, все мои письма, все мои бонусные программы, все просто уходили в жопу, потому что Маша только что отдала цветок, который надо было списать. Потому что Маша подумала, Маша подумала, что я об этом не догадалась, Маша подумала, что я просто дура и не понимаю, что цветы надо не выбрасывать, которые уже вянут, а их просто можно вставить в букетик, и тогда они не пропадут. И вот в этом случае мой клиент получал букет, а потом заходил куда? На Фейсбук и писал отзыв. И писал отзыв, что вот купил букет своей любимой, и он завял. Сегодня клиенты любят рассказывать о своем опыте покупательском, мы любим делиться, особенно если это был важный букет, знаете, вот попал, он шел делать ей предложение с этим букетом, и вот букетик увял. И таким образом весь наш лав-маркетинг уходит в зад. Совершенно недавно была такая ситуация, когда я заказала ребенку на день рождения пирожное. Пирожное с кремом, с фотографиями, красивые, все классно. И я должна была их заехать, забрать, но так получилось, что у меня поменялся график, и мне сказали, да без проблем, мы вам доставим. И вот мне звонит курьер, который оказался таксистом, компанией Уклон, и говорит мне, значит, я тут, а у меня был прямой эфир в это время. Ну, курьеры любят звонять во время прямых эфиров. Значит, я тут приехал, вот так вот, я приехал. Я говорю ему, пожалуйста, можете у консьержа оставить. Ну, в общем, курьер звонил мне раз пять, он не понимал, у какого консьержа. Я ему уже объяснила, что вот рядом дверь клиника Добробуд, а вот парадная, но он умудрился занести в клинику Добробуд, откуда его выставили. В итоге он мне позвонил и нахамил, и сказал, значит, в офис приедешь забирать свои пирожные, он мне сказал, вот так. После этого мне перезвонила компания, которая, значит, эти пирожные делала. В общем, в итоге я забрала эти пирожные, которые выглядели просто, они были все смешаны с кремом. Он, наверное, бросал это, вот знаете, в психе. И я забрала вот эти замечательные кексы. А теперь скажите мне, пожалуйста, каким образом, как я должна оценивать компанию, захочу ли я у нее еще хоть раз что-то заказать, имеет ли для меня значение, делали ли они это на органической муке, с миндальным привкусом, не дышали, какая у них картонная упаковка, какие девственницы задействованы у них в этом процессе, какую рекламу они делают в Инстаграме, если только что курьер прислал мне, доставил мне кусок непонятно чего. Непонятно чего. Потому что они ему передали это красиво, но дальше пошла курьерская история. И я вам хочу сказать, что если ваш бизнес связан с курьерами, то я вам глубоко сочувствую, потому что я с цветами этого тоже наглоталась в свое время очень и очень сильно. Что такое курьеры и насколько дорого нам вообще потом обходились правильные курьеры. Но тем не менее, вы должны понимать одну очень четкую штуку, что о вашем бизнесе судят не по вас. Не по вас, не по руководителю. О вашем бизнесе судят по тем людям, которые стоят на выдаче. То есть пузатую хату оценивают по тете, которая сидит на кассе, как собственный супермаркет Сильпо или какой-то другой. И в зависимости от того, каким образом ведет себя ваш сотрудник, все остальное вообще не имеет никакого смысла. Не имеет смысла, если Сильпо там дарит детям мандаринки, пирожинки, если что-то откуда-то приводится, если в конце концов наш контакт там, где мы соприкасаемся с брендом напрямую, не в Инстаграме, не в вашем иллюзорном мире, а вот когда напрямую мы с кем-то соприкасаемся и получается лажа, все, все остальное гибнет. И можно было бы сказать, да это не моя проблема, я-то сделал нормально, но это ваша проблема. Это проблема ваша, потому что у меня больше нет желания заказывать там пирожное, понимаете? Или у меня, у клиента больше не было желания заказывать цветы в пинг-баре, и 300 тысяч раз ему было, извините, накакать на все остальное. Это очень и очень важный момент. Вы должны понимать. И я хочу, чтобы также, если вы сотрудник, то вы понимали очень важную вещь, что вам кажется, что вы сидите и занимаетесь какой-то функцией в своей компании, какой-то функцией, которая не имеет никакого значения, но это неправда. Например, колл-менеджер, да, человек, который звонит. Вот звонят только что мне со службы там, новой почты. И вот вы должны понимать, что у вас опция очень важная. Если вы не умеете, не понимаете базовых ценностей клиента, вы сидите и херачите не только свой бренд, но и себя самого. Какие есть ключевые ценности у сегодняшних клиентов? Давайте с вами попробуем повзаимодействовать. Как вы считаете, какие ценности есть у современного клиента? Есть варианты? Давайте. Хочется очень, чтобы вы что-нибудь поделали. Предприниматели вообще есть сегодня? Понимаю, что эфир немножко зависает, поэтому чуть-чуть жду. Время. Спасибо. Пожалуй, на этом мы остановимся. Спасибо. Время. Безусловно. Время, время и еще раз время. Когда звонит человек, во-первых, вы должны понимать, что такое сегодня звонок. Везде, где возможно не звонить, нужно не звонить. Потому что для меня звонок от незнакомого человека, я все время этот пример привожу, это все равно, что ко мне подходят на улице, поднимают юбку и, простите, засовывают мне что-то между ног. Сегодня это слишком интимно и слишком лично. И я считаю, что это вообще последнее, что мы можем себе позволять. Для меня звонок – это врывание в мое пространство, которое никогда не вовремя. Я или на тренировке, или я работаю, или я со своим мужем, или я со своими детьми. Мне не вовремя никогда. Мессенджеры сегодня – это прекрасное место. Еще раз, запомните это, не врывайтесь. Вы всегда будете, ну, в 90% случаев будете нарываться на агрессию. Вы не вовремя. Вы не вовремя. Вы врываетесь в личное пространство. Это первое. Второе. Безусловно, время, когда звонит человек, мало того, что он меня от чего-то отрывает, он еще начинает нудно и долго говорить. И очень часто черт знает что. Например, он мне говорит, у вас сегодня доставка, вы сможете ожидать доставку? Я говорю, когда? Он говорит, ну, в течение сегодняшнего дня. Я говорю, конечно. Блядь, мне нечем делать. Я сижу, дожидаюсь твою доставку в течение сегодняшнего дня. Когда она будет? Ну, я не знаю, мне надо уточнить. На хера ты мне звонишь? Пришли мне сообщения. Сегодня у вас будет доставка в 17.00. Вам удобно? Или у вас будет доставка в 18.30. Зачем вся эта ненужная коммуникация, когда ты мне звонишь и думаешь о том, что и мне будет удобна доставка в течение всего дня? Ну, это уже бред. И потом начинаешь говорить о том, что ты не знаешь, когда она будет. Зачем это надо? Всегда будьте достаточно конкретны. Если вы работаете с курьером, который доставляет из рук в руки, заранее проговорите все эти моменты. Продумайте их для того, чтобы вы своего клиента не раздражали. Очень часто я отвечаю людям, мне вообще не надо, до свидания. Правда, мне вообще не надо, до свидания. Когда компания свои сложности превращает в мои сложности, оно мне нахрен не надо. Мне нужно так, чтобы я вообще этим не парилась. Поэтому, если это возможно сделать без курьера, например, а просто новая почта на отделении, чудесно, замечательно. Все, выдохните спокойно. Упрощайте все, что только возможно упрощать. Раньше было принято клиенту все время спрашивать. Кстати, есть такая замечательная кофейня. Напомните, как она называется, которая задает тысячу вопросов. Забыла, как она называется. На А как-то, не помню. Короче, ты заходишь к ним, чтобы купить кофе. Я вам клянусь, мы уходили уже три раза, а причем все время забывали, что это были у них. Ты подходишь и говоришь, здравствуйте, мне латте, пожалуйста. Он говорит, вам на каком молоке? Решна обычно. Он говорит, а вам какая, арабика или хуябика? Помягче или по это? По дате? Я, блядь, кофе хочу! Дайте латте! Арома, спасибо большое! Просто ебануться можно. Уж простите меня за это, ребята. Ну, просто взрывается мозг. Может быть, кому-то это нравится. Но если кому-то это нравится, то you are welcome. Меня в маке никогда так не спрашивают. В маке я говорю, латте и все, и до свидос. Может быть, вы где-нибудь в другой стране живете. В нашей, слава богу, такого нету. Это отвратительно. Сегодня нужно делать выбор за клиента, либо сделать его так, чтобы клиент не раздражался. Карточку один раз ему дайте, если он хочет какой-то особенный, он пусть ее показывает. Если есть такие клиенты, я всегда ухожу. Честно, я всегда ухожу. Я не хочу, я не хочу отвечать на все эти гребаные вопросы. Я просто хочу кофе. Сейчас буду много всего вспоминать, но давайте по сути. В арома как раз есть та история, о которой я буду говорить как о хорошей, но это too much. Когда инструкций слишком много. Когда количество вопросов, на которые тебе нужно ответить, уже убивают всякое желание что-то делать. На самом-то деле, очень важно, чтобы у сотрудников были инструкции. Но помните главное правило, которое сегодня в моде. Чем меньше, тем лучше. Чем меньше вы соприкасаетесь, заставляете клиента отвечать на какие-то вопросы и совершать какие-то действия, тем лучше. Клиент хочет прийти, купить и желательно остаться в этот момент в своем мессенджере. Он не хочет поднимать голову. Он не хочет задавать, отвечать на все вопросы. Сделайте так, чтобы он мог сделать это легко. Это очень-очень-очень-очень важно. Потому что если вы этого не сделаете, то просто будет trouble. Сегодня существует такая интересная ситуация двоякая. Маски. История про маски. Мы заходим в любой ресторан, каждый относится к маскам по-своему. В любых ресторанах на маски уже никто не смотрит, в общепитах смотрят. И в общепитах есть строгое правило, что когда ты подходишь и делаешь заказ, ты должен быть в маске. И вот ты подходишь, значит, у тебя маска вот так. Они тебе говорят, натяните маску. Ты начинаешь говорить, тут же забываешь, потому что тебе душно, жарко, ты ее снимаешь. Ты говоришь, мне, пожалуйста, ла. Они говорят, маску надегни, будь ласка. Вы надеваете. Говорите, так, ла ты, и у тебя опять сползает маска. Они опять, маску надегни, будь ласка, ты ей пошел в жопу. Вот так происходит. Я думала, что это я так разговаривала с людьми. Нет. Я узнала, что очень многие реагируют агрессивно, потому что маска должна определенным образом закрывать глаза. И если маска вот так морду не закрывает, то заказ у тебя не берут. И вот ты стоишь, пытаешься что-то, значит, сказать, у тебя падает маска. Что делает сотрудник? Он действует по протоколу, что очень важно. У него есть конкретные пункты, как он должен кого обслуживать. У него стоят камеры, ему не нужны проблемы со своим работодателем. Поэтому кричать на человека, который стоит, ну, естественно, бесполезно и глупо с нашей стороны. Но что с нами происходит? С клиентом у нас эмоция, да? Мы хотим что-то заказать. Мы хотим что-то съесть или выпить. У нас падает эта маска. Нас вообще многих задолбали эти маски. Все понимаем, что это цирк, потому что вот стоит человек с бутербродом. Он уже без маски. А ты стоишь еще вот здесь, значит, за метр, ты уже в маске, и тебе говорят, обязательно натяни ее на глаза. Вся уровень абсурдности, давайте скажем откровенно, да, он такой, ну, с большими вопросами. И вот в этот момент ты говоришь сотруднику, который стоит напротив тебя эмоционально. Да пошел ты в жопу, урод. Вот так вот, выпалил. Недавно был целый скандал по этому поводу, поэтому я не зря взяла эту историю. И вдруг сотрудник, у него нету скрипта, скрипт это некое сформулированное предложение, которое человек задает. У него нету скрипта, что ответить клиенту, когда он говорит, пошел ты в жопу. И это, кстати, повод, дорогие работодатели, подумать об этом. Потому что сегодня реально часто посылают. Сегодня люди устали и задолбались от этого. Действительно, правила поменялись. И вот ему говорят, пошел в жопу, и он решает думать. Помните, о чем я говорила? Думающий сотрудник, который стоит на передовой, это очень опасно. Он должен думать исключительно так, как вы ему написали. Он больше не имеет права думать. Иначе будет жесть. Иначе будет жесть. И он говорит, да сам пошел в жопу. Ну, а теперь представьте себе, общий ПИД. Какая-то сеть. И сотрудник говорит, пошел в жопу. И говорит, пошел в жопу, например, не мне, позитивной девушке, которая поржала, извинилась перед ним и подумала, господи, вообще куда меня понесло. А говорит, это какому-то чуваку, который просовывает кулак и лупит ему в лицо. И вот на ровном месте с вашей сетью или с вашим рестораном начинаются проблемы. Начинается куча говна, лица. Да, это пиар. Это тут же разносится в соцсетях, естественно. Это начинается вся вот эта гряземойка и поломойка. И спрашивается, оно вам надо было? Кто в этой ситуации виноват? Как думаете? Да, это реальный случай. Виноваты вы. Виноват всегда босс. Потому что вы заранее не продумали о том, что такая ситуация может произойти, и не проинструктировали свой персонал. Если вы проинструктировали свой персонал, и у него на все случаи есть скрипты, значит, вы не выдрессировали свой персонал. А если вы такой скрипт не придумали, а ваш сотрудник подумал, виноваты всегда вы. Поэтому запомните очень важный момент. Важно скриптовать все. И да, сегодня абсурдное время. Да, сегодня происходят странные вещи. Мы никто к этому не был готов. Но тем не менее, мы живем в новых реалиях, и нам необходимо в этих реалиях учиться контактировать. И сотрудник тоже, ему нужно объяснять, что люди раздражены, люди устали. Люди многие не хотят надевать эти маски. Поэтому вместо того, чтобы сказать «яксубати», да, там, ряпкнуть, можно сказать об этом мягко. Я не знаю, как это происходит в других странах. Я знаю, что в других странах, вот где я там была за границей, там очень много людей, которые там, их не заставишь ничего снять. Но тем не менее, в Украине, в Украине у нас немножко другие нравы, другие наказания, другое. И это надо понимать, потому что это ваш бизнес. Запомните, проблема отсутствия скриптов, когда ваши сотрудники не знают, что отвечать на любые вопросы, которые может задать клиент. Это касается не только ресторанов, но и всех сфер. Это проблема. Вы первые должны делать эти скрипты. Когда мы открывали цветочный бизнес, мы становились за прилавок. Мы мало знали о цветах, мы знали о бизнесе, мы знали еще о чем-то, но мы мало знали о цветах. Мы становились за прилавок и продавали цветы. Мы сидели в интернете на телефонах. Первое правило – это то, что босс не один раз, а регулярно становится на место, которое непосредственно контактирует с клиентом. На самое низкое место. Вы должны изучать это место не теоретически, а практически. Вы должны отвечать, вы должны продавать. То есть вы должны на это место становиться регулярно для того, чтобы вносить поправки и создавать инструкции и скрипты для своего персонала. Не думать о том, что они и так все знают. Не думать о том, что люди и сами догадались. Не дай бог не думать то, что они умные или они должны за эти деньги что-то понимать. Часто так говорят. Я ему столько плачу, что он должен. Помните о том, что бизнес всегда ваш. Ваш это бизнес. Вот, например, водитель, о котором я рассказывала, доставщик, таксист. Он вообще считал, что он таксист, наверное, а не доставщик. Поэтому его бесило, что нужно было выйти из машины и что-то передать. Второе. Скорее всего, он считал, что он вообще не таксист. Что жизнь забросила его в такси. И, может быть, он вспоминал какие-то времена, где он был каким-то очень важным человеком. И вот это, знаете, вот этот трагизм, который люди носят за собой, рассказывая историю. Моя няня тоже, например, как я узнала, впоследствии уже страдала. Потому что она все время, когда у меня работала, помнила о том, что она педагог. Она педагог. А тут она, видите ли, нянька и поломойка. А она педагог. Вот эта корона, которую мы за собой носим, и носят наши люди, персонал, если они с нами работают, это проблема. Нам необходимо это понимать. Это очень и очень важно. И поэтому, вот уже вижу, что про онлайн пишет. Онлайн – это вообще история про одни сплошные скрипты и инструкции, которые вы постоянно поправляете и делаете. Запомните, ваш персонал не должен разговаривать сам, так, как он думает. Какими бы классными ни были эти люди, но они это делают как сотрудники. Как сотрудники, которые, например, работают в какое-то рабочее время и в рабочие часы. Например, я работаю всегда. Почему? Потому что я знаю, что каждая продажа, каждое взаимодействие – это мой клиент, это мои отношения с ним. У моего сотрудника очень простые отношения. У него отношения с рабочим временем и его зарплатой. Все. Он может быть лояльным, он может быть меня очень любить. И нам так часто кажется, но попробуйте перестать платить своему сотруднику деньги, и вы увидите, как любовь быстро закончится. Это так работает. Поэтому нужно понимать. Следующий вопрос по сотруднику. Наказание и лояльность. Где здесь грайп? Что делать, когда сотрудник что-то откровенно не так делает? Наказывать, штрафовать. Вы знаете, как показывает опыт, люди начинают бояться, особенно если вы им вначале начинаете рассказывать о том, что если он будет делать не так, у него будут денежные штрафы. Многие даже не хотят устраиваться на работу. То есть люди вообще не хотят. Сегодня действительно есть большая проблема с людьми, мы все это знаем. Лояльность, когда вы говорите, если ты будешь делать что-то хорошо, ты получишь премию, к сожалению, не всегда работает. Для меня было огромным открытием понять, что люди не мотивируются деньгами. Люди вообще ничем не мотивируются. Это для меня вообще был бич. Как для человека, который нанимает людей, это реально трабл, когда ты не понимаешь, что двигает людей. И только рублем тоже не двигает. Тоже не двигает. Чем больше вы платите человеку, тем больше ему кажется, что он столько стоит. У него есть иллюзия, что он столько стоит, и он начинает уже на это смотреть на вас, как дорогой сотрудник, а вы все равно ему по-прежнему мало платите или много с него просите. То есть сотрудник – это всегда сотрудник. Это очень важно. Вы знаете, я в какой-то момент, у меня был штат до 25 человек, мой максимальный штат. Я не могу сказать, что это супермного, тем не менее немало. И я вам могу сказать, что в какой-то момент я поняла, что, скорее всего, я не умею подбирать каких-то правильных людей. У меня сложилось такое впечатление. Есть люди, которые умеют, есть, которые нет. Сейчас моя теория такова, что есть люди, которые вообще умеют работать с людьми, есть, которые нет. Я не знаю, чем они отличаются, но я отношусь ко второй группе. Это мое сейчас убеждение. Я прекрасно это понимаю. Поэтому я, например, свой путь начала строить, когда я осознала, что я не могу работать с людьми. Почему? Важно задать себе вопрос, почему я так считаю. Я так считаю, потому что я очень требовательная, я очень жесткая. Мне подходят люди, которые работают круглосуточно, которые никогда не ноют, которые всегда с удовольствием обслуживают моего клиента, которые относятся к моему бизнесу как к своему, которые заинтересованы материально и по всем остальным пунктам, которым не нужны выходные. Я поняла, что таким человеком есть только мой муж и я. То есть больше у нас в бизнесе таких нет. И тогда я поняла, что мне нужен робот. Я пошутила на эту тему и сказала, мне нужны сотрудники роботы, потому что я как робот умею, а они нет. Поэтому мне бы робот подошел. И тогда мы приняли решение с Сергеем остаться без людей, а начать работать с роботами. Ну то есть в прямом смысле автоматизировать все, что возможно автоматизировать. И сегодня мое правило звучит так, подумайте об этом. Я понимаю, что не все сферы можно автоматизировать полностью, но вот этот апокалипсис, который произошел год назад и который продолжается, очень многих заставил автоматизировать. Да, эти вещи, я вам скажу больше, даже вот такие очень отрасли, как, например, там на художественной гимнастике, фотографы, видеографы, это все там, знаете, до исторических времен, но совершенно другая история. И то заставил всех сделать системы онлайн, где мы регистрируемся, потому что сейчас турниры проходят, например, у детей без участия зрителей, и фотографы, видеографы хотят работать. И, соответственно, мамы никуда не могут ни с кем контактировать, только онлайн. Так вот, автоматизировать все, что только возможно автоматизировать, это первое правило. Вот везде, где вы можете заменить человека роботом, ботом, шикарно. Мы вначале, когда я сказала об этом своему супругу, он мне сказал, да нет, Оль, ну это невозможно, ну у нас столько задач, у нас столько функций, у нас столько продаж, каждый день такое количество чеков, нам нужны люди. Я ему сказала, смотри, сейчас появятся люди, и мы будем с тобой заняты, вместо того, чтобы развивать свой продукт, вместо того, чтобы ставить цели, мы будем заняты кем? Людьми. Мы будем все время их контролировать, мы будем их обучать, мы будем их менять, набирать, собеседовать, и нам некогда будет заниматься нашим бизнесом. Давай попробуем сделать это по-другому. Мы пошли по другому пути и начали все автоматизировать. И я вам хочу сказать, что это очень крутой путь, у нас сегодня нет ни одного сотрудника, и при этом у нас ежедневно на данный момент порядка сотни чеков, я думаю, что будет сильно больше. И это все обслуживают роботы, и немножко мы, и немножко мы. Но у нас вот сейчас как раз, робот прислал чек, как раз, как раз, не как раз, очень важный момент, что у нас есть, самое главное, возможность стоять на передовой и четко отслеживать и понимать, какие вопросы у наших клиентов, какие задачи у нас стоят, и опять-таки автоматизировать, автоматизировать и автоматизировать. Поэтому думайте, автоматизация это даже, все скриптование это автоматизация. То есть, например, когда вам задают уже в интернет-магазинах, практически, слава богу, везде есть в Инстаграме, когда ты задаешь вопрос, тебе присылают уже готовые, да, все заготовки с ответами, со всеми ситуациями, которыми только возможно, размерами, как поменять, как сделать, как создать. Это очень и очень важный момент. Но я начала с того, что я сказала, что у клиента есть ценности, и я хочу, чтобы вы об этом помнили, что есть несколько важных ценностей клиента. Первое – это его время. Чем быстрее, тем лучше. Не заставляйте клиента тратить время на коммуникацию долгую с вами. В процессе коммуникации он сольется, и вашего сотрудника, чем больше он коммуницирует, тем больше шансов, что он налажает. Это очень важно. Второй момент. Сейчас смотрю на чат, избиваюсь. Так, 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 так. Первое – время. Второе – его личное пространство. Чем меньше вы заставляете клиента дергаться в контексте звонков, согласований, вот сделайте так, чтобы он купил и получил. Продумайте все варианты, как это возможно сделать. Третий момент. Например, мы работали с цветами, и если у вас есть сфера, где у вас есть какая-то история про лажи, например, ваши сотрудники в них не признаются, ну вот у нас такое было, например, мы отправили букет, клиент недоволен. Не тот букет не так сделали, не то количество цветов. И есть такие сферы, где вот на картинке одно, да, в жизни другое. В этом случае тоже очень важно на каждом этапе вам задуматься о том, каким образом вы можете это все автоматизировать. Мы, например, в цветах, когда у нас начались проблемы, и нам сфлорист говорит, да я все сделал, как на этой картинке. Клиент говорит, нет, оно все не так, и мы не понимаем, где правда. Поэтому мы, например, тогда ввели такой... Все в порядке? Отлично. Как раз мне позвонил чудесный курьер. Я попросила пять раз мне не звонить, у меня будет прямой эфир. Вот как раз вам звонили. Как раз прямой показатель того, как это происходит в жизни. Я только что, вот они мне позвонили в пять, я сказала, пожалуйста, не звоните мне в ближайший час. Они обязательно это делают. Личное пространство. Никаких, сука, звонков. Постарайтесь эти вещи убрать. Рассказывала только что про то, что мы внедрили. Что мы сделали с цветами? Мы поставили точку контроля. Вот точки контроля, это очень важный нюанс. Когда наш флорист сделал букет, его он фотографировал, показывал нам в деталях, чтобы мы могли, например, пересчитать, какое количество ростом. Когда там 100 роз, да, отправляется, например, 101 роза букет. И там они говорят, а была не 101 роза, а 70 роз. Верните нам за 30 роз деньги. Мы это все считаем, отправляем. Отправляем, отправляется это админу, который там на запуске стоял. Отправляется это клиенту, чтобы он видел, в каком виде букет к нему дошел. И дальше курьер при передаче тоже это фотографирует и отправляет. То есть точки контроля необходимы. Везде, где у вас есть слабые места, их необходимо везде забирать. Обязательно, очень важно получать обратную связь от клиента. Причем получать ее не вашему менеджеру, а вам как хозяину. Это очень важно, когда вы получаете обратную связь. От своих клиентов. Вам необходимо это постоянно просматривать. Посмотрите, как круто, например, есть в Омай Луке. Ну, это пример, конечно, того, как вообще с брендом работать. Круто. У Леры есть там написать лично Лере Бородиной. Владелица этого Омай Лука. Это очень круто, когда ты можешь лично написать человеку. И это не подразумевается, ой, ну они же знают, что я хозяин, или они найдут меня в Инстаграм. Нет. Когда бренд не скрывается. Сегодня то время, когда у бренда уже не то, что должно быть лицо, это уже как бы must have. И клиент должен понимать, что он может с вами взаимодействовать. Но вы захотите взаимодействовать с клиентом напрямую только в том случае, если вы понимаете, что вы работаете над своим брендом. А не в том случае, когда вы знаете, что у вас такое количество лаз, что вам надо скрыться и никогда в жизни больше не появляться. Я просто очень хорошо помню эти моменты в своих разных бизнесах, где я страшно уставала от клиентов. И у меня было желание, просто вот чтобы они меня никогда не нашли, чтобы они даже не знали, что я жива. Такое тоже бывает. Дальше. Очень моменты дальше идем. Значит, почему есть еще нюанс с сотрудниками. Вы должны помнить о том, что сегодня клиент это человек, который покупает в любое время дня и суток. И история про рабочие часы сегодня очень плохо работает. Я не знаю, как вы, если говорить об интернете, я покупаю круглосуточно. Я могу проснуться в 4 часа ночи, понять, что я не хочу спать и вспомнить о том, что мне нужно что-то купить. И в это время зайти и оформить заказ. Очень важный нюанс, чтобы человек всегда мог купить. Это совершенно не означает, что вы не должны спать. Я не знаю, какая у вас сфера. Но тем не менее, у меня была в бизнесе такая проблема. Моя девочка, которая занималась продажами, обслуживающим сервисом, она уходила в пятницу в 7 вечера на выходные и приходила в понедельник в 10 часов. Основные мои продажи происходили почему-то в субботу и в воскресенье и обычно после 7 вечера. И особенно, когда у меня начинались запуски какие-то, когда у меня были десятки, а иногда сотни чеков, успешные оплаты, неуспешные оплаты, все что угодно, в этот момент у меня случался обвал. И часть клиентов просто растворялись, потому что им никто быстро не ответил. Помните о том, что люди очень импульсивны сегодня и конкуренция, как ни крути, большая. И когда у меня есть желание что-то купить и потратить деньги сейчас, я хочу потратить сейчас. И когда вы заставляете меня ждать выходные, выходные, не отвечайте мне, то все, огромное количество шансов, что вы меня потеряли и возможно даже навсегда. Поэтому это еще один момент, почему вы как хозяин, если вы хозяин, должны всегда быть на передовой. И даже если у вас работает сотрудник с выходными, то у вас этих выходных быть а не должно, б, в идеале вы должны придумать такое решение, чтобы люди могли покупать спокойно всегда без вашего сотрудника. Сотрудники сегодня, которые занимаются поддержкой, очень легко заменяемы, и это нужно понимать. Либо иметь сотрудников, которые будут работать по выходным. Вообще вы должны понимать, что для ваших сотрудников, и вы, дорогие сотрудники, должны понимать, что для сотрудников важны часы работы и количество денег, зарплаты, которые человек получает. Это, в принципе, ценность сотрудника, и это нормально. Для владельца важна другая часть. Для владельца важны длительные отношения с его клиентом. Для него очень важно, чтобы клиенту понравилось. То есть ценности разные. И, безусловно, это твой бизнес. Мы не можем требовать от сотрудника, мы хотим, мы требуем, но по факту не можем требовать от них, чтобы они относились к нашему бизнесу как к своему. И это огромная проблема, потому что у сотрудников, у людей сегодня очень часто есть понимание того, что как только мне не понравится, я встану и уйду. Люди вообще сегодня перелетные птицы. И перестали за что-то держаться, перестали желать в чем-то развиваться, перестали желать расти. И этому есть множество оправданий. Много никто не платит, но такому сотруднику никто никогда многое не заплатит. Но одно цепляет другое, и это превращается в одну большую, огромную проблему. Что делать? Такой вопрос. Сложный. Первое, что мы должны понимать, это то, что, ну вот как мальчик-мальчик, девочка-девочка, что у нас разные ценности. И это так и есть. И поэтому нам нужно как владельцам двигаться в двух моментах. Первое, это определить свою сильную сторону. Если вы понимаете, что вы умеете налаживать отношения с сотрудниками, где-то есть ваша сильная сторона в коммуникации с ними, это прекрасно. Если вы понимаете, что нет, нужно, еще раз повторюсь, стараться автоматизировать все, что только возможно. Думать об этом, работать над этим. Поверьте, сегодня в любом бизнесе 70% можно автоматизировать просто легко. Вот я вам просто точно говорю. Вы не пытались этого делать. Второй момент. Важно искать своих людей. Людей можно искать не по зарплате. Это я вам могу сказать сразу. Мы делали очень много экспериментов, и за большие деньги, и за маленькие деньги шли одинаково, как хорошие, так и говняные люди. От этого не зависит. Важно искать людей по ценностям. Мне очень нравится, когда я, например, прихожу в какую-то большую компанию, обслуживаюсь там, и мне нравится какой-то мастер. И я, например, потом пишу этому мастеру и говорю, слушай, мне так напряжно к вам туда ездить, может, ты ко мне будешь приезжать, давай договоримся с тобой напрямую. А он мне говорит, слушай, все классно, но можешь позвонить нашему боссу и через него договориться. А что? А ты что, сам не подрабатываешь? Ты знаешь, у нас такие правила, и я очень уважаю этого человека, и мы как-то вместе работаем, и для меня важно. Это называется люди по ценностям. Это уникумы, это, безусловно, умение босса выстраивать такие отношения, это что-то, что X-фактор своеобразный, но такие люди случаются с нами. И если вы встречаете человека, с которым вы совпадаете по ценностям, то единственный способ его удержать, это сделать его партнером. Вообще, за границей, в Америке очень распространено, помните, давать долю акций. Таким образом люди задерживаются в компании, и таким образом они начинают смотреть на эту компанию, как на свою. Я не говорю, дайте ему 50%, но тем не менее, так работает. Кстати, у меня есть подружка, Алена, которая занимается свадьбами. В свое время она у меня покупала франшизу, когда я занималась свадьбами. Потом, значит, у нее работа, она очень сама долго работала в свадьбах, потом у нее работал менеджер, потом она приняла решение, когда вот начались это пару лет уже все началось, как бы перестраиваться в свадебном рынке, может даже дольше. Она решила отказаться от офиса, и свадьбу не хотела бросать, но держать человека на этом тоже не было смысла. И они стали партнерами с девочкой, которая у нее работала. То есть они сейчас партнеры по проектам. Они делают проекты, когда они есть, они деребанят 50-50, и каждый занимается своей частью. Но тем не менее, человек не чувствует себя один, и она, кстати, в сезон очень неплохо зарабатывает. Поэтому это тоже один из моментов вашего роста. Вы должны понимать, что для того, чтобы сотрудник думал о вашем бизнесе, как о своем, это должен быть его бизнес. Это очень и очень важно. Я сейчас расскажу то, что хочу, потом отвечу на ваши вопросы. Существует такая еще штука, которая называется срок годности сотрудников. Срок годности. Как на молочке, этикетка. Если вы видите, что ваш сотрудник начинает вести себя странно, если вы видите, что он начинает увиливать от работы, врать, если вы видите, что у него меняется настроение, понимаете, что он забросшее молоко, у него начал бродить. Что это означает? Это может от каждого означать все, что угодно. Но если вы это видите, понимаете, что сотрудника нужно менять. И никогда не включайте в себе жалость, потому что жалость – это то, что принесет убыток вашей компании. Потому что сотрудник, у которого все плохо, первое, он может испортить всю вашу компанию, потому что это как плесень, она распространяется очень быстро. И если сотрудник начинает гнить, то гнить начинает вся ваша компания. У нас был такой опыт интересный, когда одна сотрудница начала быковать немножко, мы ее начали ставить на место, но она была в офисе гораздо больше, чем мы тогда с Сергеем. И в какой-то момент, когда у нас пришло время переезжать в новый офис большой, у нас все сотрудники, которые были в офисе, уволились. Все стали на ее сторону, все подружились, и все уволились. И мы переехали в огромный офис тогда в наш, без единого сотрудника, и набирали всю команду заново. С тех пор у нас такое правило было. Как только мы видим, что сотрудник начинает что-то там, публичная опорка и увольнение. Иначе очень быстро вся компания скоро сгниет. Вообще по поводу вот этих историй, которые категорически запрещены. Первое, если вы видите, что ваш сотрудник с чем-то не согласен, спорит с вами, критикует вас, подвергает сомнению ваш авторитет, особенно при людях, и наглеет, сразу же нужно человека увольнять. Даже если он мега специалист и эксперт. Сразу же. Никогда в жизни не позволяйте ни одному сотруднику вами руководить, или подвергать сомнению вашу экспертность. Никогда. Вы с этим сотрудником компанию не построите, каши не сварите, свой авторитет сильно подорвете. Это вообще такое вот правило. И если сотрудник устраивает какую-то историю, когда он приходит и позволяет себе рассказать плохо о клиенте, вот эти вот все каши, то же самое, публичная опорка и увольнение, вы должны понимать, что коллектив может жить только в любом случае при сильном лидере. Любить его, бояться его, любить и бояться, это не имеет значения. История про то, что должны быть определенные правила, которые создаете вы. Любого рода поднебратство, дружба, и вот эта история, да мы все вместе, она вас погубит, это надо понимать. Любая лажа, которая у вас происходит с клиентом, обязана быть разобранной. Вы должны разбирать это, смотреть это. Сотрудникам очень важно обучать, и обучать регулярно, постоянно. Постоянно разбирать те ситуации, которые у вас происходили и были. Это мега важно. А сотрудникам, если есть таковые, вы должны понимать, что для того, чтобы вырасти в компании, вы должны научиться относиться к компании, как к своей прямо сейчас. Не тогда, когда вы думаете, ну вот если меня повысят, вот если мне будут платить много денег, вот тогда вас никогда не повысят, и не будут платить много денег, если вы будете относиться к компании по-скотски. Научитесь и начните относиться к каждому делу как к своему, к каждому проекту, к каждой футболке, которую вы продаете, и вы увидите, что очень быстро вас заметят. Ценные сотрудники – это сегодня мега важная штука. Я всегда говорила людям о том, что иногда стать партнером в бизнесе сильно проще, чем открыть свой бизнес. Когда человек говорит, что хочет работать на себя, и у него ничего нет, он просто не понимает, что свои сильные стороны можно проявить в другой компании и стать там партнером. Поверьте, с удовольствием огромное количество компаний или та компания, в которой вы работаете, если она вам нравится, сделает вас партнером, если увидит в вас ту сильную сторону, которая у вас есть. А если у вас нет сильных сторон, то 300 раз открываете свое дело, у вас ничего не получится. Это, знаете, как говорить, ой, это я вот гладить не умею чужие вещи, свои бы я гладила, да точно так же полили бы, как и эти. Эти вещи вообще не зависят друг от друга. Так, теперь смотрю чуть-чуть на вопросы. Команда ворует из кассы немного, но факт, как бы вы поступили, сталкивались с таким? Однозначно это все надо разбирать и, если что, жестко увольнять. Если они воруют, это уже не имеет значения, сколько. Первое, они вас считают не очень умным человеком, второе, они вас не уважают, третье, у них вообще нету ценностей. Никаких таких вещей быть не должно. Когда вы становитесь в позицию жертвы, ой, господи, да все воруют, боже, сейчас я этих уволю, это же надо других искать, а где гарантия, что другие не будут воровать, все. У вас проблема в системе, ваша задача выстроить систему таким образом, чтобы воровать было невозможно, а людей надо наказать, уволить, поменять, сто процентов. Если человеку объяснить, что будет расти компания, он с ней, то это эффективно, чем больше получит денег, тем больше получит он. Не факт вообще. Я с этим сталкивалась много раз, по-разному пыталась мотивировать людей. Я замечаю, что в человеке либо есть чип развития, либо нету. И мотивировать человека мы начинаем, у которого нету чипа развития, только из-за собственного страха, что он уйдет, а мы вообще сами по себе останемся. Еще раз, люди – слабое место. И нам необходимо все время думать о том, как это место усилить, а не думать о том, как усилить конкретного человека, который усиливаться не хочет. Увы, вы знаете, я вам скажу честно, я, наверное, в неделю раза три точно благодарю за то, что у меня нету сотрудников, соприкасаюсь с другими людьми. Вот я соприкасаюсь с ними, и я говорю, Сережа, ёпсель, он говорит, господи, как хорошо, что у нас нету людей. Это действительно очень слабое место, очень слабое место. Но, первое, еще важный нюанс, так случилось с моими жизненными убеждениями, и, наверное, поэтому у меня слабое место. Есть люди, которые умудряются строить бизнесы на, совершенно, простите, не очень умных людях, не очень продвинутых. И это их сильное убеждение, что они могут развиваться с помощью людей. Поэтому загляните вовнутрь себя и подумайте, во что больше верите вы. Если вы верите в то, что на людях вы далеко не уедете, то, первое, вам необходимо попытаться максимально избавиться от людей, заменить их. Второе, вам необходимо начать прокачивать убеждения все-таки, что вы способны притянуть в свою жизнь умных людей. Это я вам уже говорю, как человек, который занимается другой историей. Просто я уже это все раскладываю с разных сторон, из позиции бизнеса, из позиции ментала. Я всю жизнь перфекционист, я всю жизнь лидер, я всю жизнь, я прекрасный, кстати, организатор, я умею подбирать очень крутых людей, но мой опыт таков, что я подбираю их на дистанционке. Почему, когда я занималась свадьбами, мои команды всегда были лучшими и мои проекты были лучшие, потому что я всегда подбирала суперкрутых и надежных людей. У меня чуйка такая. Но на ближний круг сотрудников мне говорят, что я передавливаю. Я диктатор жесткий, очень. Я требую, снимаю шкуры и девочки, которые у меня работали, это сегодня, я считаю, золотая элита ивент бизнеса, потому что они могут все. Я реально горжусь этими девочками, это девочки, которые могут все. Но жить со мной в таком темпе и с такой высокой планкой, когда я могу взять саблю и снести голову, сложно. Поэтому я приняла решение, что вот в отношении, например, моих новых, моей новой энергии, моих новых убеждений, мне проще с роботами. Это правда. Так, погнали дальше. Чат-бот со скриптами и методами оплаты. Ну, чат-бот подразумевает очень разные вещи. У нас чат-бот это нет. У нас вообще самописные программы полностью, самописные кабинеты личные. У нас чат-бот, ну, я даже сейчас несложно на этот вопрос ответить, потому что не я этим занимаюсь, а Сергей. Но наш чат-бот, вот если вы, например, у меня закажете марафон «Рерайтер жизни» или если вы ко мне придете по бесплатной книжке, когда вы регистрируетесь, вам не нужно уже ничего вносить. Мы сделали все так, чтобы человек не мог потеряться. Вы у нас не можете купить и потеряться. Если вы у нас купили, то вы уже все, вы уже у нас в базе, вы у нас уже везде попали, вам не нужно ничего вводить, ничего регистрировать. То есть мы настолько упростили всю систему. У нас раньше, например, была проблема. Как вообще создаются все чат-боты? Они создаются из проблем. У нас была проблема. Например, вы у нас что-то купили, не выслали куда-то оплату или что-то там, не увидели какую-то ссылку. Короче, мы вас потеряли. Мы вас потеряли. Мы не можем понять, оплата пришла, от кого она пришла, где нам найти этого человека, куда он делся, человек о чем-то забыл. Потом человек приходит, говорит, я у вас что-то купил, не знаю что, не знаю когда, не помню своих паролей. И вот этой всей фигней, когда, например, чеков у тебя становятся десятки и сотни, ты должен заниматься круглосуточно. И в итоге сидит наш сотрудник, который, например, в день стоит тысячу гривен, и занимается этим. Вот задача наша была, в частности Сергея, с программистом, который создавал этих всех ботов, все вот эти вещи технически доставать, смотреть все ситуации и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и работать с технарем. Безусловно, изначально нужно работать с программистом, с человеком, которым этим заниматься под ваши определенные задачи. То есть это необходимо сделать. Но мне в этом сильно повезло, потому что у меня Сережа этим занимается, я занимаюсь продуктом, я занимаюсь вами, я занимаюсь эфирами, а технической частью занимается и Сергей. И поскольку на него это все валится, вот это все количество, он это все время превращает в технические задания, которые дальше мы передаем нашему программисту, и дальше все это работает. У каждого бизнеса есть свои задачи, и технически они в принципе решаемы. Все, за исключением того, когда в ресторане пока не может подъехать робот и должен быть официант, да. И вот это уже другая совершенно история. Вы не чувствуете, что с командой могли бы больше развернуться? Нет. Не чувствую абсолютно, потому что я много лет работала с людьми, и для меня это не гипотетическая история. Типа, я была главы. Я знаю, что такое люди. Я много лет сработала с людьми. И сейчас мы гораздо эффективнее. И я вам хочу сказать, что история еще следующая. Мы сейчас с вами живем в такое время, это то, с чем я столкнулась, что когда мы начинаем раздувать людей, люди, это надо понимать. Это контроль. А контроль это что? Это твое время. Да, то есть это твой ценный ресурс. Помните, не только как клиент, но и как предпринимателя. Это твое время. Второй момент. Это, безусловно, заработная плата, которую ты должен платить вне зависимости от того, что происходит с твоими продажами. Соответственно, это, а, моральное давление, это вечный стресс, в котором мы живем, да? Надо платить, надо платить, надо платить. Мало того, сколько бы ты ни заплатил, ты все равно платишь мало. Люди хотят больше. Помните, как они все время недовольны, они все время хотят больше. Они видят, что твоя прибыль растет, и они считают, что это растет прибыль из-за них. Они хотят еще больше. И мы столкнулись с тем, что когда растраты очень сильно раздуваются, ну вот в нашем бизнесе, если, не дай бог, происходит сбой, или я хочу на месяц взять паузу, как я сделала в этом году, ну на месяц просто взяла паузу от марафона, получается, что ты превращаешься в огромный корабль, и у тебя, например, прибыль ты себе закрываешь или сделаешь меньше, а растраты твои только раздуваются. И мы приняли решение, что нам гораздо выгоднее, например, тратить на маркетинг, на привлечение базы, еще на что-то. То есть у нас вообще сегодня очень высокомаржинальный бизнес за счет того, что у нас нет офиса и людей. Наша маржинальность, ну, очень сильно возросла. Мы можем себе позволить двигаться, как хотим, мы можем позволить себе экспериментировать. Мы увидели, что главная наша ценность – это не люди, а это мы. И это мега круто, я вам хочу сказать. Я сегодня могу переехать в любую страну, мне сегодня все равно, карантин или что-то еще, карантин мне только на руку играет, ну, это если так совсем откровенно говорить. То есть я сегодня мега свободна, в отличие от огромного количества предпринимателей онлайн, которые содержали огромные команды. Я очень эффективна, потому что я знаю, что я ставлю четкие себе задачи, сжатые сроки. Я работаю как, в принципе, огромная команда. У меня есть студия, вот она у меня находится, мне больше не нужны операторы, мне не нужны камеры, у меня все куплено, все сделано. Я могу работать в круглосуточном режиме, когда мне это необходимо. Это мега удобно, ты не зависишь от других людей, от слова никак, совсем. У меня мои операторы и команда не могла работать в таком темпе, в котором работала я, не могли обслуживать, у них у всех не было времени. Я снимаю дело, они не в состоянии это все монтировать, они не успевают. И вот сидит 20 человек, которым я плачу зарплату, и они не успевают. А сейчас у меня все максимально автоматизировано, я очень четко понимаю, где мои узкие места. В каждом бизнесе есть то, что вы раздуваете. Вы, например, берете и считаете, что вам нужно тратиться, условно, на пакетик и на дорогую съемку. Но вы не пробуете взять дешевый пакетик и сделать не такую дорогую съемку. А когда пробуете, вдруг узнаете, что эффект точно такой же. Вам казалось, у нас, особенно у женщин это есть, желание раздуться и показать круче, чем мы есть на самом деле, или чем необходимо, это нашему потребителю, понимаете. Иногда за счет, когда я делала цветочный бизнес, мы очень много денег тратили в упаковку, в подарки. А потом мы поняли, что это очень сильно съедает нашу прибыльность, но никак не влияет на продажи. Кажется, чувствую, и как оно есть на самом деле, это две разные вещи. Бизнес – это не прокажется и не прочувствую, вы должны понимать. Бизнес – это не прокажется и не прочувствую. Бизнес – это конкретные цифры, это показатели и результаты. Бизнес – это бизнес. И именно поэтому очень многие люди прогорают. Когда они раздувают ненужные команды, создают ненужные действия, алгоритмы, придумывают то, что в итоге съедает их прибыль, что в итоге съедает их продукт. И ты потом сидишь, вы посмотрите, почитайте, посмотрите, послушайте предпринимателей, которые работали в реальном бизнесе и за счет локдауна им необходимо было перестроиться. У многих повзрывался мозг в прямом смысле, потому что люди поубирали на 70% команду и вдруг увидели, что все эти люди были не нужны, что они стали прибыльными. Они не были тогда прибыльными, а в локдаун стали прибыльными, потому что поубирали офисы, за которые платились сумасшедшие деньги, которые нахрен никому не нужны были. Время меняется, мы должны это понимать, а не думать о том, что подумают другие, как же я теперь без этого офиса, а как же, да все легко, да все легко, все в вашей голове. У меня тоже были страхи, господи, как я без офиса, господи, как я без сотрудников, господи, как я. А когда я уже начала понимать, что блин, и потом мы сидим с Сергеем, у нас знаете как было, у нас вообще был очень интересный жизненный период, но было похоже на то, когда мы были с камнями привязаны ко дну и вдруг за недели-две мы просто как торпеда пошли вверх, просто как торпеда. И мы сидим и думаем, все, за что мы держались, что нам казалось очень важным в нашей работе, мы оставили на дне с мыслью о том, что и мы там останемся, что мы больше не выплывем. И вдруг мы внезапно поперли все наверх. Поэтому вы должны понимать, что бизнес – это не история про ваши ощущения, про вашу корону, про то, что вам кажется, ничего казаться не должно. Но чем проще, тем лучше, чем меньше действий, тем замечательней, чем дешевле вы можете все это устроить, можете убрать всех, уберите всех. Раньше моим кошмаром было, чтобы у меня не было сотрудников. Сейчас мой кошмар, чтобы сотрудник был, нам стало настолько удобней, быстрее. Вот это все время, которое мы тратили на собрание, на то, чтобы объяснить, на то, чтобы проконтролировать. Ты вроде объяснил, проконтролировал, заходишь, ничего не сделал. А что не сделал? Выслушал причины, почему не сделал. И ты, главное, не понимаешь, как это все в бизнесе улучшить. Сегодня у нас, ну вы кто у нас покупает, вы сами прекрасно видите, как все происходит. У нас круглосуточная поддержка. Круглосуточная. Когда появляется вопрос, звонит звоночек, я это слышу. Я вижу, как Сергей подходит и отвечает. Если эта задача не для робота, все, что может делать робот, робот делает. Когда мы видим, у нас остался где-то, ну, наверное, процента 3 того, что мы не можем передать роботу. Все остальное, как только мы видим, что у нас возникает, знаете, запрос, 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 мы это автоматизируем. Автоматизируем. Мы тут же это превращаем в ТЗ и автоматизируем. И за год, мы год этим занимаемся, вот плотно, за год мы проделали невероятную работу. И у нас больше нет тех проблем, которые были раньше с людьми. Раньше люди нам рассказывали, вот почему это проблема. Сейчас у нас вообще нет таких проблем. У нас, когда открывается продажа, у нас там может в день прийти 200 чеков. 200 человек переработать руками, поверьте мне, это не так просто, как может показаться. Сверить, найти, попали ли они в кабинет, открыли ли им доступ, прошла ли оплата. Робот наш делает это без ошибок. Вот так. Пиум-пиум-пиум-пиум-пиум-пиум-пиум. Мы спим вон апротюе. Рекламой ваших продуктов вы сами занимаетесь или программистом? Мы всем занимаемся сами. У нас нету вообще людей. Если говорить о нас, у нас нету вообще людей. Сергей, опять-таки, это наша стратегия. У нас есть программист, который выполняет задания на удаленке, те, которые ставятся. Все, что касается рекламы, непосредственно занимается Сергей. Опять-таки, объясню почему. Нам пришлось, ну это уже достаточно давно, все длится, мы уже много лет в бизнесе. Нам пришлось во всем разобраться досконально самим, потому что существует только иллюзия, что есть какие-то суперспециалисты, которые способны кого-то чего-то вам привезти. Но как работает специалист? Он берет ваш рекламный бюджет и он берет свой гонорар. Но рекламный бюджет-то ваш. Вот он взял, например, у вас рекламный бюджет, там, 500 долларов на 2 дня и слил его. И говорит, ой, не получилось, что-то не то пришло, но надо пробовать дальше. Мы все прекрасно понимаем, что реклама – это такая штука, сейчас огромное количество алгоритмов и нужно время, чтобы ее нащупать. Но понимаете, когда вы щупаете за свои деньги, вы по-другому щупаете, чем когда вы щупаете за чужие деньги. Вы понимаете, о чем я говорю? И мы, поиграв в эти игры, поняли, что Сереже очень много, мы и с крупными компаниями сотрудничали, и с мелкими, но Серега стал уже настолько крутым специалистом, что мы ходили даже, когда в крупные компании заключали договора, мы контролили на каждой точке, что они делают. И нам даже деньги возвращали, потому что оказывается, что они делали полную фигню, они в этом признавались. Типа, мы не знаем, как в вашей нише быть. И мы пришли к тому, что нет ничего лучше, чем в своем бизнесе рулить этим самостоятельно. Поэтому за техническую рекламу, настройки и все вот эти вот компании, за всем этим следит Сергей, всем этим занимается он. За, безусловно, всей остальной кашей наших коммуникаций, наших тем, нашего продвижения, конечно же, отвечаю я. Сказать вам, что это мега легко, я не могу, но сказать вам, что это мега сложно, я тоже не могу. Знаете почему? Тут есть еще одна крутая вещь. Мне в кайф. То есть мне в кайф. И это очень важный нюанс в бизнесе, когда тебе в кайф, тебе интересно. И сейчас я нахожусь в той теме, которой я живу. То есть, знаете, вот, например, какой-то период в свадьбах я понимала, что я не хочу заниматься свадьбами, но я все о них знаю. А то, чем я сейчас занимаюсь в рерайтере, я практикующая, делающая, верящая, отдающаяся. У меня же помимо вот этой работы есть еще чаты. У меня параллельно идет, например, поток марафона «Рерайтер жизни», несколько потоков клуба, еще один «Биг Клаб». Это большие чаты, живые, с большим количеством людей, где я отвечаю на вопросы, записываю видео, ну и так далее. Я живая, я не вышла из этого. У меня нет автоматизированного бизнеса в контексте общения с аудиторией. И это та автоматизация, которой я лично вообще не хочу. Очень. Случается ли у вас выгорание? Нет. Никогда. У меня никогда не случается выгорание, и я вам скажу, больше они никогда не случатся. То есть это абсолютно моя стихия. Когда я чувствую себя уставшей, я иду к своим рерайтерцам. Клянусь. То есть это моя стихия. Я рыба в воде. Я, ну вы же понимаете, вот я включаю эфир. Это мое, абсолютно мой мир. Я здесь хозяйка себе, королева себе. И вы, я знаю, что я нужна. Я понимаю, сколько во мне есть пользы. Я очень благодарна за то, что она во мне есть. Это тоже для меня загадка, почему она во мне есть. Но, тем не менее, знаете, как-то Ариэль с волшебным голосом. Мой рыцарь прошел. Нет, это не код. Поэтому нет. Это про бизнес. Так. Вы будете снимать результаты тех, кто приходил в проект? Переживаю за семь сторис. Вы сейчас о чем говорите вообще? Я не понимаю. Так. У меня была ситуация, когда босс требовал работать 24 на 7. Я была готова, потому что нужны были деньги. Он требовал так, что люди не выдерживали и уходили. А я поймала кайф и получила 25% бизнеса. Вот, Ян. Вот это как раз история про то, что, да, каждый должен оказаться в своем месте. Я много раз думала тоже о том, что я на людей очень сильно давила. У меня действительно были очень классные люди периодически. Очень крутые. Которые меня очень сильно выдерживали. И я бы тоже могла их делать где-то партнерами. Но, тем не менее, разные люди, разные истории, разные ситуации. Мы были разными все. И то, что можно сделать на этом себе и карьеру, и стать партнером, это факт. Но это вопрос людей. Поэтому я хочу, чтобы вы задали себе главный вопрос. Будь вы предпринимателем или будь вы наемным сотрудником. Чего вы хотите? Вы чего хотите, занимаясь тем, чем вы занимаетесь? Какие у вас ваши личные цели? Вот для вас, как для человека, что вы хотите? Какой вы хотите видеть свою компанию в идеале? Какой вы хотите видеть свою работу? Видите ли вы себя на этой работе спустя несколько лет кем? Есть ли здесь ваше место? Ведь важным фактором остается то, что если ты несчастлив, то ты это несчастлив. Главное, я пробовала отключить телефон всеми способами. Он не отключается от ни сотовой связи, ничего. Мне звонит опять курьер. Он же знает, что мне нельзя звонить, поэтому он звонит мне. Вот, поэтому здесь очень важный ответ на вопрос, который вы должны найти. Чего я хочу? Кем я хочу тут быть? И если я несчастный человек, то стоит ли мне идти в такси работать и ненавидеть всех людей? Вы помните, вот давайте вернемся к моей теме. Ваша ненависть, ваша злость, ваша апатия, она проявляется во всем. Работа не сделает вас счастливым. Это важно. Вас не может сделать счастливым что-то, пока вы сами себя не сделаете счастливым и не определите, чего вы хотите. В противном случае ничего не сложится. И помните о том, что везде, чем бы вы ни занимались, с кем бы вы ни были, вы контактируете с людьми. Вы можете не любить работу, считать, что вам мало платят, но это все не любовь к себе. Ну, нахрена вы ненавидите других и портите им жизнь? Ну, правда. Вот, и мне хотелось бы задать вопрос таксисту, который видел, что он везет кексики ребенку. Он ненавидел меня, окей, он ненавидел там все. Ну, сука, ну ты же видел, что там ребенок. Там ребенок. И помните, что быть тварями, а мы иногда являемся ими все, это вот самое дурацкое, что мы можем сделать. Мы можем быть несчастны от несчастной любви, от того, что мы не знаем кто мы, мы не нашли свое предназначение или что-то еще. Но быть тварями просто по отношению к другим, это уже днище. Это очень важно, важно, важно понимать. И, знаете, одно из жалких для меня зрелищ, это когда сотрудник начинает рассказывать на работе клиентам каким-то, что как ему тут мало платят, как ему тут плохо работается, или обсырать своего начальника и так далее, и так далее. Я вот очень надеюсь, что какие-то сотрудники меня все-таки увидят. И я вам хочу сказать, ребят, ну, это не делает вам чести. Это говорит только о том, что вы пожизненная жертва. Может, пора перестать, может, поэтому вам и платят столько, может, поэтому вы себя чувствуете дерьмищем, что вы ведете себя так. Ведь все начинается с вас, с вашего определения, кто вы и каким вы хотите быть. Если вы хотите быть классным, если вы хотите, чтобы вас ценили, научитесь ценить других. Научитесь ценить своих боссов, а не говорить о том, что я работаю на дядю. Благодаря этому дяде, который, или тете, которая постоянно парится, где взять деньги, где взять работу, как тебя прокормить, ты кормишь свою семью. Если ты настолько крутой и считаешь, что ты в чем-то мега классный, увольняйся и бери ответственность за свою жизнь сам. Сейчас ответственность за тебя взял тот дядя или тот тетя, в которого ты плюешься. Никогда, 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 никогда не говорите плохо о своем начальстве. Не нравится – уходите. Это точно так же, как говорить плохо о своем мужчине или о своей женщине. Прежде всего, это всегда говорит о вас, не о них, а о вас. Я вам могу сказать, что быть боссом и быть руководителем, хорошим или плохим, это всего лишь определение, это огромный труд, огромная, колоссальная работа и ответственность. И я сегодня хочу снять шапку перед каждым предпринимателем, который работает на себя, и тем более, который взял на себя обязательства и нанял одного, двоих или какое-то большее количество людей. Я снимаю перед вами шляпу, потому что я знаю, как это сложно. И мне, когда я попадаю в какие-то такие ситуации, я всегда даю фидбэк хозяину и владельцу, и поддерживаю его прежде всего, потому что я хорошо знаю, что каждый владелец сегодня очень много думает о своем клиенте, очень сильно старается, обучается, придумывает. И я знаю, как до глубины души обидно, когда человек, стоящий, повторяюсь, на передовой с твоим клиентом, вдруг берет и одним своим, или типа, алло, перечеркивает вообще все, что только можно перечеркнуть. Поэтому не стоит опускать рук, стоит менять все-таки убеждения и притягивать в свою жизнь классных людей, но очень важно перестать думать о том, что сейчас все люди такие, и поэтому придется работать с ними. Я уверена, что есть офигенные люди, я уверена, что есть люди, я вижу таких людей, и я встречаюсь с такими людьми, с которыми классно, приятно, которых хочется обнять. У меня недавно произошла история, я хочу о ней тоже рассказать, я рассказывала об этом в сторис, я пришла в рестораны, я люблю очень рестораны Димы Борисова, наверное, потому что я его лично знаю, и вообще мне нравится его подход, Дима Борисов с Леной и со своей женой, это пример того, кто такие пахари и работяги, конкретные работяги. Они владельцы вроде как большого количества, не вроде как, а большого количества ресторанов, у них много франшиз, тем не менее, это работяги, это люди, которые работают каждый день. И мы пришли в один из их, ну, типа, дорогих, хороших ресторанов, не быстрого питания, а именно, типа, крутых. Я очень тоже люблю этот ресторан, он называется «Охота на овец». Мы посетили там с семьей, и я выходила, у меня такая замечательная сумка, которая, знаете, не закрывается, ну, так, типа, захлопывается, но не закрывается. Она у меня упала. Упала, с нее что-то выпало, мы с Евой пособирали, так вроде бы посмотрели, и, значит, там проходит дня три, и я что-то все время пытаюсь найти, там, у меня несколько монобанковских карточек черных, и у них только разный номер. И я что-то пытаюсь найти одну карту, и мне кажется, я ее не могу найти. Короче, я пришла, выложила все из всех сумок, думаю, так, надо найти, где она. Ее нету. И я вдруг вспоминаю, вот эта картина у меня перед головой, как моя сумка рассыпается. Я думаю, стоп, может быть, она там. И я звоню в ресторан, это прошло дни 4, я звоню, говорю, ребят, слушайте, у меня сумка упала у вас, и, возможно, выпала карта. Они говорят, а какая карта? Я говорю, вот там монобанк, ля-ля-ля. Они говорят, час секундочку, буквально через 10 секунд мне говорят, да, мы уточнили, есть ваша карта, наша уборщица ее нашла. И вот вы знаете, в который раз я поняла, что, наверное, когда ресторанная сфера одна из самых сложных, мы прекрасно это понимаем, и уборщица, наверное, это не самая престижная профессия. Но вот когда ты классный, когда ты умеешь работать с людьми, подбирать, вот у тебя как-то все классные, даже уборщица. Мы приехали, нам отдали карточку, мы поблагодарили уборщицу, подарили ей конфеты, и это очень приятно. И я хочу, чтобы вот такие люди на нашем пути встречались, я хочу верить в то, что есть классные люди, которые и классные уборщицы, и они убирают, и они радуются. Да, она убирает, и что в этом такого? Она большая молодец, она могла ходить, сидеть, просить деньги, ныть, мозг вытаскивать своему кому-то там ребенку. Она занимается своим делом, причем в классном ресторане, и это человек, который по своему состоянию, по своим ценностям таков. У него нет ненависти к людям, о господи, я возьму эту карточку, попробую что-то с нее снять, это же все равно, они в дорогой ресторан ходят, у них там денег много. Нет, ценность это то, что остается с тобой, и не важно, в руках у тебя тряпка или что-то другое. Поэтому я, например, ценю и уважаю людей любой профессии, абсолютно. Но людей, которые любят то, что они делают, и людей, которые любят людей. Потому что так или иначе мы сегодня с вами живем в том мире, где мы все друг для друга являемся в какой-то мере обслуживающим персоналом и клиентом одновременно. И поэтому важно делать то, что ты делаешь с любовью. Даже если сегодня ты зашел, и ты случайно убираешь. Даже если сегодня это не твой путь, но ты по нему пошел. Делайте свое дело с любовью. И помните о том, что никто не знает, с какой стороны кто завтра встанет, но быть человеком всегда, это наш, не то что прямой долг, это наше предназначение. Наверное, самое ключевое в жизни, которое только-только может быть. Поэтому спасибо всем большое за то, что были на этом эфире. Я надеюсь, что вам было сегодня полезно и интересно. Обнимите своих боссов, обнимите свой персонал, попрощайтесь с людьми, если вы понимаете, что пришло время это сделать, потому что вы любите своих клиентов. Я вам всем желаю благодарных крутых клиентов. Я вам всех желаю благодарных крутых сотрудников, благодарных работодателей. Оставайтесь людьми, ребята. Это мега-супер важно. И я подумала о том, что я опубликую все-таки этот эфир, хотя обещала его не оставлять, я вас очень попрошу оставить несколько слов после публикации под этим эфиром. И мне очень хочется, чтобы его посмотрели люди и подумали над тем, чем они сегодня занимаются и как они могут сделать это лучше. Потому что если мы с вами не начнем с себя, если мы с вами не захотим улучшить себя, то, что мы делаем, делать это с любовью, то нифига у нас не получится. Я могу сказать, как человек, который пережил разные жизненные этапы, и корон, и всего остального, я не про коронавирус, что только тогда, когда я искренне полюбила каждого человека, который ко мне идет, каждого моего клиента, который платит мне один доллар или тысячу долларов, неважно, или который скачивает у меня что-то бесплатное и пишет мне спасибо, только тогда я поняла, что такое человеческая любовь в массовом масштабе. Я вам очень за это благодарна, потому что для меня это не меньшая ценность, чем деньги, точно вам могу сказать, а порой даже больше. Потому что именно вот это наполнение, которое мы не можем сделать деньгами, именно вот это спасибо, благодарность, понимание того, что ты человеку своим продуктом, услугой, товаром помог, это мега круто. Поэтому обнимашки вам всем большое спасибо, и жду от вас пару слов.